Терем в современном понимании большинства людей это богато украшенные бревенчатые здания с выпуклыми маковками, но на Руси существовали также и женские терема, которые были для них настоящей тюрьмой. Что они себе представляли и почему девушки при любой возможности сбегали оттуда и пойдет речь в этом видео. Женский терем, как правило, могли себе позволить только князья, либо богатые бояре. Это было с помпой устроенное отделение в палатах особенной красоты, в котором селилась прекрасная половина семейства – мама, дети, сестрицы, супруги, нянечки. Назвать жизнью то заточение, которое они здесь несли было сложно, так как такое помещение являло собой по сути золотую клетку и резную тюрьму. Женский терем на Руси со своим богатым убранством чем-то напоминал восточные горе. К слову, турецкие историки ссылаются на то, что традиции содержать гарем у османов пришли из Византии. Наверняка поэтому слова «терем» и «гарем» схожи в написании. Располагался такой терем, как правило, на высоте и был соединен с основным корпусом дома сенями. Делалось это для того, чтобы сохранить женскую честь. На Руси целомудрия и невинность были главными достоинствами девушки. Таким образом, девять старались оградить от земных соблазнов и запирали в этих самых женских теремах. Из мужчин войти внутрь могли только хозяин дома, священнослужитель и дети до 12 лет. Чтобы выбраться оттуда, было всего несколько вариантов – свадьба с перемещением в терем супруга или монастырь. Как видите, оба выхода не вели на волю. Но тяжелее всего в этом отношении приходилось, конечно, царицам, поскольку в контексте своего положения они могли выйти замуж только за высокородного мужа, а таких можно было пересчитать по пальцам, из-за чего и происходили случаи ухода в монастырь девушек царских кровей. Последняя зафиксированная постройка царского женского терема была совершена при Михаиле Федоровиче в 1637 году. После него суровые правила в отношении женской половины стали понемногу упрощаться. В конце концов, внук Михаила Петр Первый подписал указ о ликвидации этой варварской традиции и женщины получили намного больше свобод. Такими были женские терема. Неудивительно, что в то время знатные девушки с завистью относились к простолюдинкам, которые имели большую свободу выбора. А что думаете вы о таких ограничениях женщины Руси? Обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. До скорого!